В окрестностях Волгограда состоялся второй этап чемпионата России по ралли-рейдам. В четырёх зачётных категориях песчаная гонка собрала лишь 22 экипажа, что для главного рейдового турнира страны откровенно мало. Ещё перед началом соревнования участники жаловались на скромный километраж Бахи, однако кажущаяся простота оказалась обманчивой. Главные фавориты Владимир Васильев и Алексей Кузьмич на втором скоростном участке перевернули свой мини-купер. Дальше обошлось без сюрпризов. В абсолютном зачёте первыми закономерно приехали Денис Кротов и Константин Жильцов. Награды за второе и третье места достались представителям питерского коллектива GeForce Motorsport, экипажам Андрея Новикова и Алексея Черчесова. Попутно петербуржцы возглавили класс R. До их ураганного темпа не смог дотянуть даже такой мощный соперник, как Евгений Суховенко на «Газели Некст». В зачёте Т2 золото забрал Андрей Сушенцов, а в Т3 красивейшую победу оформила Анастасия Нифонтова. После песков Арчеды чемпионат России уходит на каникулы. Май и июнь отведены под два этапа Кубка России. И лишь 6 июля участники встретятся на бахе «Золото Кагана», которая заявлена как часть марафона «Шёлковый путь». Промоутер российской серии кольцевых гонок программа SMP Racing принимает заявки на новый сезон чемпионата Кубка и Первенства России, а также Кубка РАФ по кольцевым гонкам. Пятиэтапная серия, утверждённая Российской Автомобильной Федерацией, стартует 10 июня. Первой гонкой этого года станут соревнования на Смоленском кольце. В июле участников ждут старта на кольце Нижегородском, а дальше соревнования примут столичная трасса Moscow Raceway, Петербургская и Город Драйв и чеченская крепость Грозная. Как отмечает руководство серии, в нынешнем сезоне возникла череда сложностей, которые вынудили сместить начало стартов и сократить количество этапов. Так что оптимальным для участников был признан календарь, состоящий из пяти гонок. Формат состязания останется прежним. В Смоленске, Нижнем Новгороде, Подмосковье и Ленинградской области официальные тренировки и квалификации займут всю пятницу, а гонки пройдут в субботу и воскресенье. В Грозном расписании сдвинется на день раньше, поскольку воскресенье по традиции планируется освободить для марафона Ахмат Рейс. Каждый этап пройдет по принципу фестиваля скорости с обширной развлекательной программой для зрителей. Гонки будут транслироваться на телеканалах и в интернете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова